Это подкаст «О чём говорят женщины» в студии «Прекрасная Юля», Анастасия и Юля, партнёр этого сезона, компания ITLV. Звучит со вкусом. И мы собрались вновь в замечательной студии Red Barn, чтобы поговорить про всякое. Девочки, привет! Привет-привет, мы на связи. Как вы? Мы заряжены на чём? На кофейне? Настя просто без предысторий, без прелюдий сразу же. Мне кажется, это вот… У тебя сейчас работала та ситуация, когда что вижу, то говорю. То и говорю, да, когда не подготовилась, да, называется? Нет, просто Настя сидит напротив меня, а я сижу с пол-литровой чашечкой маленького кофе. На полном серьёзе я вот, мне кажется, готова к тому, чтобы взять кофейновый детокс. В моей практике это было единожды, только с беременностью. Я осознанно отказывалась от кофе. А кофе для меня – это не средство потребления жизненно необходимого. Это атмосфера, это энергия, которой я подпитываюсь. Я всегда говорю, когда я иду с коляской за чашкой кофе, это вообще не про прогулки. Это про вознаграждение, про желание, стимул выйти из дома. Я ради этого, в принципе, выхожу. Поэтому 200 рублей примерно стоит только прогулка с моим ребёнком. Ну, а ты вкус кофе любишь? Да, да, люблю кофе. Но когда я говорю о кофе, не как об энергии, а напитке, я всё-таки склоняюсь, наверное, к фильтру, либо к эспрессо. Либо к блюжистой. Да, когда ты можешь распробовать вот эти вкусовые ощущения. Всё остальное, вот эти пол-литровые вёдра, это, конечно же, для того, чтобы ты со стаканом что-то гуляешь. Вот атмосфера. Болтаешь с барменом, пробуешь какие-то новинки. То есть для тебя открывается новый мир каких-то ощущений, и он тебе сейчас необходим. Это самый лёгкий и незатратный достаточно способ. Шопинг подороже выходит. А чем ты будешь заменять тогда? Смотри, вкус ты, получается, теряешь в этом уравнении. Атмосферу можно сохранить, да, ходить и пить что-то другое в кофейнике. А что я приобретаю? Стимул, да? Да. Почему это нужно сделать? Мне рассказали такую теорию, что если три недели не пить кофе, то бока уходят. А, вот она что. Ты на ком-нибудь это видела, Юляш? Кто-то это уже проверил? Мне сказала об этом врач. Она, правда, женский врач, но она занимается очень много практиками, правильным питанием. И сейчас у неё такая сфера дополнительная, как биодинамика. В нашем подкасте эта женщина уже фигурировала в моей образовательной среде в направлении здорового образа жизни. И она как раз-таки сказала, сама по себе худенькая, что вот она отказалась от всего вредного, перешла на чистое питание, и то, что ей не давало откорректировать идеальную фигуру, это кофе. Три недели, и вообще всё ок. Я не знаю насчёт боков, но что... Что-то там задерживает кофеин, вот это вот всё. У меня лично, что уходит, когда я исключаю кофеин, это тревожность. Потому что, и вот это, знаете, у меня от кофеина немножко трясучка присутствует. Слышала такое? Прям тремор. И немножко путаются мысли. Вот я думаю, что это вот на меня так влияет, да. У меня нету. Это неважно, кстати, разбавленный молоком ли это кофе, или это чистый. У меня нету таких ощущений. Безунчих. Вообще. То есть, если я подряд несколько дней буду пить в любом виде кофе, то потом я буду невнимательная какая-то. Поэтому я тоже часто на неделе исключаю кофеин. Но вы можете понять, что это далеко не первый момент, когда я хочу от этого избавиться, да, от зависимости, и никак не получается? Я тут собрала... Потому что ты сейчас едешь с стаканчиком. Я взяла специально мой любимый в этом районе нахождение студии напиток. У меня сейчас тапиока, попкорн. Мне он очень нравится, потому что там есть желейные такие шарики, которым ты как знаешь, как закусочка сразу же кофе идет. Вот. Большой объем, что тебе надолго хватит. Ты как бы быстро не проглотишь этот стаканчик. И я прочитала, что нужно создать прям ритуал. Поэтому я решила разделить этот жизненный момент с вами. Вы свидетели напитка, который я выпиваю, да, в нашей прекрасной беседе. Я даже себе сделала вот прям, да, такую меточку, что когда ты прилюдно озвучиваешь, ты потом себя... Ну, ты можешь обмануть. Вы же не увидите, что я сделаю завтра утром. Но само внутреннее состояние будет похоже на какие-то такие вещи. Татья, Юля Купер. А ты расскажи, мне кажется, тебе в Сербии вообще сейчас не вариант отказываться от кофе, потому что у них же там так классно... Это же кофейная страна. Да, они же так классно сидят, пьют и сигареты... А Юля там и не планирует отказываться, понимаешь? Нет, ну если вдруг она не хочет сейчас... Отказаться от кофе, что... Мине, ну вдруг ты сейчас с Красниковой вдохновишься ее этим новым начинанием, и тоже захочешь, а у тебя там все располагает. У нее с боками все в порядке. Нет, нет, лапочки... Тебе надо поднимать давление, правильно понимаю? Я не смогу вдохновиться, потому что я... Поднимаешь давление. Я гипотоник, милая. Если я не выпью свою священную утреннюю чашку кофе, то все, мне хана. Ну, считай, дня нет. Я лягу и буду лежать трупом. Ого. Вот кофе мне придает бодрости, он мне дает сил. Я не смогу отказаться от этого напитка. Ну, по крайней мере, для гипотоников замены еще никакой не придумали. Пить илеутурокок, это, конечно, прекрасно, но эта гадость еще та. И я, наверное, ну, вот просто я Юляшу слушаю, она с такой легкостью об этом говорит, и сейчас говорит, вот моя последняя там чашка с вами, чтобы вы засвидетельствовали. Думаю, офигеть! Героическая девочка. Я просто... Даже если бы хотела, то для меня это невозможно вообще. Никак. Знаете, у меня сейчас какой соблазн. Я же вам рассказываю, что я переехала, и что вы думаете, в этой прекрасной квартире огромная прекрасная кофемашина, как в кофейне. И я там как вообще... Это, кстати, тоже из разряда была моя мечта, научиться делать кофе, вот прям как... Рожковое, да? Рожковое, да. Я ее теперь делаю. И вот, если честно, очень часто, чаще, чем бы я пила в кофейнях даже, потому что дома это так атмосферно тоже, но я там беру какосовое молоко, например. Ну, короче, я тоже себе сделала ритуал, и я стала пить опять гораздо чаще кофе, и чувствую, что мне это влияет. Мне все нравится с кофе. Мне нравится, что утром готовят кофе муж. Но ты бока. Или он куда-то уезжает и приезжает с чашечкой кофе. Или ты выходишь, да, и ты идешь до кофейни, чтобы взять чашечку кофе и идти обратно, проходя мимо детские площадки, не останавливаясь на них. Оно все прекрасно. Да, то есть, но оно мне не жизненно необходимо 100%. Лучше выглядеть хочется точно. Ну и третье, это та зависимость, которая прям зависимость. То есть она не инсулин, как для... Она меня ничего не спасает. Ну, Юлю Купер спасает. Да, я вот, правда, что я говорю, она-то для меня не жизненно необходима. Это вот, ну, для меня это сравнимо так же, как у людей, и зависимость там от табака, алкоголя. Я не вижу разницы. То есть я беру и покупаю, беру и покупаю, беру. Ну, то есть у них свои эмоции, у меня свои эмоции, но в принципе это то, что ты делаешь на прям постоянке. Ну, если выбирать, я бы выбрала не пить, если честно. Но я не могу полностью. Я вот у меня, знаете, такие, опять-таки, периоды. Два месяца я вообще могу не пить ничего, нигде. Везде чай выбирать, там, не знаю, максимум какао. Или ещё, кстати, есть ДКФ опция, да, но все мы знаем, что там всё равно какой-то процент кофеина присутствует, и это как бы тоже такое читерство небольшое. Но плюс на меня, знаете, как ещё кофе влияет? Я, если выпью после 12 дня, я потом полночи не буду спать, поэтому я уже знаю про это. Мне кажется, у тебя правильное культурное употребление кофе. У меня нет. У меня организм настолько уже прокофеинился, что он просто не реагирует. На него не реагирует, да. А у меня, видишь, всё по-пункту. И более того, я беру чашку, две, понимаешь, в день уже на постоянной основе. То есть ты как бы не можешь даже перерыв сделать в один день. Я нашла для себя выход, это мачо. Там тоже есть бодрящие вот эти штуки. Мне не зашло. Мачо на кокосовом молоке. Я даже не допила. Я обожаю. Вот мне повезло, я привыкла, и мне очень нравится. Хотя, да, знаю много людей, которые вообще её терпеть не могут. По этой причине, когда ты сказала про кофемашину, мы не покупаем кофемашину, я ни в коем случае не разрешаю мне дарить кофемашину. Да, ты вообще будешь целыми днями пить. Потому что я думаю, что я вообще тогда могу постоянно варить, варить и угощать. который спокойно относится к кофе, я не могу. Теперь я чашку в день выпила. Иляш, а ты давно была у эндокринолога? Вообще не была. А это кто? Ну, это врач, который... Он очень хороший специалист. Это нужный, да. Но в основном это щитовидка. А, гормон, щитовидка и гормоны, да? А как к нему? Просто приходишь, да? Вы знаете, меня однажды... Просто ты так говоришь, что я буду пить, пить, пить бесконечно. Я себя так узнаю вот в этой твоей истории, что раньше я тоже пила безгранично по 100-500 чашек в день кофе. И мне так было всё прям прекрасно, хорошо. А потом я на очередной плановый осмотр сходила к эндокринологу, сдала там какие-то анализы. И она мне прям хорошую лекцию про кофе прочитала. И мы сократили вообще всю эту историю. И она вот мне разрешает пить максимум две чашки в день. Ну и тут я ещё поддержу Настюшу, потому что вот если я выпиваю чашку кофе после трёх часов дня, всё, мне кобзда, я спать не буду. Это уже проверено не один раз. Вот. А то, что я сижу в кофейном... В кофейной стране, это тоже да, потому что здесь все пьют кофе. 24 на 7 девочки. Причём чёрные, да? Да. Причём это вот их традиционная сербская домоча называется. Ну и то, что мы привыкли варить в Турке, да, обычный наш чёрный кофе из зерна. И вот у сербы они здесь постоянно. Кафа, кафа, кафа и ещё раз кафа. Класс. Без конца. Я, конечно, себя сдерживаю, чтобы опять не перевалиться за мой вот этот лимит в две чашки в день и не больше. Ну, видишь, тут уже с точки зрения здоровья ты понимаешь, что больше тебе не нужно, поэтому стараешься. Да, ну, в общем, я к тому, что начала вам это рассказывать, что эндокриновок очень отрезляет. Это тоже хорошо, да, мотивация. Меня вообще раздражает всё, что влияет на тебя. То есть, ну, вот конкретно на меня. Вот почему у меня время от времени итог соцсетей. То есть, я себя контролирую. Могу я без этого? Не могу. Как только я поймёшь, что я не могу, Тебе нравится без зависимости, да? Да, я чувствую, что, ну, всё, из-под контроля выхожу. То же самое здесь. Я понимаю, что я выбираю вместо завтрака обеда и ужина уже в последнее время чашечку кофе с чем-то, допустим. Только на завтрак, на обед это может быть, допустим, чашечка кофе с десертом, на ужин чашечка кофе с бутербродом. Ну, как бы что-то посытнее поесть. И я понимаю, что, ну, ты прям уже перебор. Мы едем гулять, допустим, я могу в 7-8 вечера взять себе чашку кофе, потому что, ну, в другое не хочется ничего. То есть, ни чай, ни какие-то другие вещи. Ну, видишь, ты очень привыкла. И мне это не нравится. Потому что я уже понимаю, что мне этого не надо, а я... Ну, смотри, сейчас, возможно, так, что ты отвыкнешь, да? Да. Научишься это контролировать, потом просто введешь... Вот это было прям вау, чашка кофе это в день. Ну, чтобы ты пошел не потому, что самую ближайшую берешь кофейню, без разницы, что там приготовить, а когда ты спланировал. Если не так, то по-другому не будет. То есть, ну, вот такое качество. Вот я за качество. И я понимаю, что я сейчас в минусах по этой теме. Очень интересная же еще тема про кофейню вообще в целом. Вы заметили, что это, не знаю, лет 5, наверное, или чуть больше, как вся эта кофейная культура стала популярна у нас в стране. Начали запускаться вот эти классные кофейники, как они называются? Кофейни третьей волны, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, я не знаю такое название. Да, вот когда вот эти альтернативные способы заварки кофе появились. То есть, это вот стало еще одной такой культурой. Их очень стало много вокруг, и мы все стали этим увлекаться очень. И, может быть, люди и не любили, и не хотели тех, кто... Но так или иначе, это сейчас везде... Где встретятся? В кофейни, например, быстро. До 100% конечно. И так далее. Потом открылась какая-то новая классная кофейня с классным интерьером, ты туда идешь, ну что? Ну, я, конечно, там могу мачо попить, а вот ты, Юля, попила бы там настоящий кофе. Поэтому, мне кажется, это все... Какао вообще не аналог. Я просто представляю, только заходишь в кофейни, что ты думаешь? Такой же прайс, и ты пьешь какао. Самозвучание. Ну, я к тому, что этого вокруг сейчас очень много. Это правда. И хочешь, не хочешь, ты этим увлекаешься. У меня прям был период, когда я перешла на чистый фильтр, и вот... А мне еще и здоровье это не очень... Типа вот на желудок это влияет. И я прям помню, я месяцами заливала в себя этот фильтр, потому что мне нравилось уже. То есть я не могу... Но потом я отучилась. Сейчас вот кофемашина только меня подкосила. Вот мне кажется, если бы я пила алкогольные напитки, я бы могла также на вино пересесть, потому что есть культура. Бокалы, атмосфера, девичники и так далее. То есть, ну, вот подкупает. Я вот вообще за картинку... У меня очень часто картинка на меня действует. Согласна, мне тоже так. Это, к слову, когда у нас было первое свидание с моим будущим тогда еще мужем, у него вот такой дорогой какой-то алкогольный напиток ему подарили на работе или в честь праздника. Не помню, что это. По-моему, это был коньяк. Так я перечитала, как его нужно подавать, с чем есть, и привезла целую сумку подготовленных продуктов. Ого! Что на закуску, какой лед формы, должны быть стаканы закуплены. То есть не сколько пить, а вот эта атмосфера. И ты абсолютно права. Сейчас кофейни и кофепитие у нас на уровне больше атмосферы, что ты приходишь, ты там работаешь, ты там встречаешься, ты ведешь переговоры, ты просто заряжаешься, ты завтракаешь там, ты встречаешься уже как со своими друзьями, людьми, которые вот с соседнего района, если это кофейня района, да, и эта атмосфера тебя туда тянет. Да, когда ты уже знаешь Бориста, типа, да, когда ты знаешь привет. Конечно, да, да, да. У нас сейчас появится это, ты смотришь, они заменили. А еще одна кофейня подкупила, что у них трубочки стеклянные. Я туда целенаправленно еду и заказываю кофе с напитком там, потому что стеклянная трубочка. Мне так нравится, что они перешли на стеклянные трубочки. Короче, это что-то зависимое, это что-то психологическое. Слушайте, да, дело пахнет керосином вообще. Ну, знаете, пока ты говорила про атмосферу, я поняла, что вот у меня и так и с алкоголем. Я тоже, ну, в смысле, я не люблю вкус алкоголя чистый, и я вот иду красиво куда-то посидеть и там потестить коктейльчики. Но это не ради того, чтобы прям вот почувствовать вкус, а все, что вокруг. И, знаете, у меня еще фишка есть, они смеются, включая официантов. Я всегда, ну, там, когда заказываю что-то, говорю, я хочу вот такое-вот такое-вот такое и красивый бокал. Все-таки все понятно, будет фоткать. Ну, и все. Поэтому, да, вот я на этом, наверное, все строю. Это, кстати, на всю жизнь распространяется. Абсолютно. Ты в каком-то смысле любитель атмосферы этой и везде это стараешься найти. Какие ты хочешь завтраки, как ты хочешь выйти на пикнике. Ну, это же неплохо. Если ты начинаешь продумывать, почему нет, это же дополняет, во-первых, и вкусовые рецепторы, и развитие головного мозга, Это расселение картинки. Да, 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 да. Ты задействуешь очень много, мне кажется, зон для того, чтобы воссоздать твою картинку из головы в реальности, зарядиться этим. Вот ты не просто потребил, да, и зарядился той энергией от пищи, ну, и то, что способствует атмосфере. Мы такие зависимые. Ну что, девчонки, время перейти к нашей традиционной рубрике, в которой мы говорим о наших отношениях с едой. А еще обсуждаем любимые блюда и напитки, и, конечно же, делимся своими историями. Сегодня предлагаю обсудить средиземноморскую диету. Вы пробовали такую систему питания? Может быть, если да, то знаете, какая от нее польза? Или у вас есть любимые блюда? Я назвала бы средиземноморская диета, это вообще мой праздничный стол. Вот так вот, девочки. Да? Ну, конечно. То есть, ты все-таки, у тебя корни, видимо, какие-то, да, там? Я не знаю, это вкусно, это дорого, но это нереально красиво, это то, когда хочется прям создать праздник, атмосфер. Если кто-то считает, это диета, у меня диета, это в моем воображении какие-то ограничения, сложности, и все-таки дисциплина, я просто в восторге. Ну, у меня такое ощущение, что я понимаю, о чем идет речь, да, просто еще не пробовала эту еду как диетную. Средиземноморская диета вдохновлена пищевыми привычками Греции, Италии, Испании 60-х годов. Придерживаясь ее, можно почувствовать себя на отдыхе в Апулии, или в Тоскане. Большое количество оливкового масла, фруктов и овощей, морепродуктов, сыра и вина. Это райская диета для любителей сиесты. А партнер нашего подкаста компания ITLV позаботится о том, чтобы у вас была возможность питаться не просто вкусно, но и полезно. Добро пожаловать в мир средиземноморского колорита бренда ITLV. Эти оливки выращены под жарким солнцем, чтобы вы могли наслаждаться их вкусом и пользой круглый год. Смело добавляйте оливковое масло ITLV в свои салаты, супы и соусы. Нежный, сбалансированный вкус оливкового масла с легкой пикантной горчинкой станет вашим секретным ингредиентом и придаст яркие краски любимым блюдам. А еще, друзья, масло ITLV поможет вам быть здоровыми и счастливыми. Это доказано научно. Оливковое масло – краеугольный камень средиземноморской диеты, которое благотворно влияет на работу сердца и пищеварения, а значит, на долголетие. Так что готовьте свои кулинарные шедевры вместе с ITLV и открывайте новые гастрономические горизонты. Узнать подробнее о продуктах бренда и рецептах с оливковым маслом можно в описании выпуска. Не упустите шанс попробовать настоящий вкус средиземноморья. Я хотела бы с вами тоже еще поразгонять эту тему, но больше, знаете, наверное, посоветоваться, спросить, потому что я что-то вообще не понимаю, теряюсь в этом море информации. Вот как Юля хочет отказаться от кофе, точно так же я хочу сейчас попробовать отказаться от сахара, но я до конца, девочки, не понимаю, что это значит. Ну вот, допустим, в свой утренний кофе я кладу одну ложечку сахара. Вот. Когда я пеку пирог, я тоже кладу сахар, там, ни мед, ни фруктозу. И я до конца не понимаю вообще формулировку отказаться от сахара. Что все это значит? Вы понимаете? Мне кажется, вообще, на самом деле, отказаться от сахара очень трудно, потому что, на самом деле, он везде. Ну да, вот, я же о том. Он же везде. Даже не тот, который ты кладешь сама. Я вообще боюсь, что везде. Я понимаю, что отказаться от сахара это вообще просто из... Короче, перекопать всю свою жизнь все вкусовые привычки, потому что это надо знать все составы, производители и прочее, потому что сахар, например, в больших количествах в соусах содержится. Да, я тоже про это слышала. Поэтому, если и там он есть в таких, и прям в больших дозах, вот в чем дело. То есть не то, что на это обращают внимание. Но это, Юль, наверное, новый дивный мир для тебя откроется, потому что есть прямо специалисты, которые пекут именно такие десерты, готовят именно из такой... Ноу-шугар. Да, да, да. Да, возможно, от кофеина, Юля имела в виду то же самое. Меняется все. Меняется тело, меняется мозг, меняется нервная система. Там ох, как много всего в интересную сторону меняется. Но я вот хотела у вас повоспрашивать, быть может, вы это практиковали, потому что я здесь соглашусь с Юлей, наверное, у меня кукушечку подорвет, когда я начну вот прям въедчиво изучать все эти этикетки, еще и не на родном языке. Да, кстати, да. Я придумала себе приключения. Ну, видишь, в этом и кайф, наверное, когда ты большинство еды готовишь сама, и ты знаешь, что ты туда кладешь. Потому что, хотя даже вот, когда я читаю какие-то рецепты, иногда, когда попадаю, там же даже, да, когда готовите соус, ложку сахара добавьте, да? Ну, или... Кстати, я вообще все делаю без сахара. Две. На самом деле я поняла, что я интуитивно, когда сама готовлю, у меня даже дома сахара никогда нет. Я готовлю сырники без сахара, любую выпечку без сахара. Ну, а с чем ты ешь эти сырники? Во-первых, я иногда мёд туда добавляю. А внутрь, например, сырники прям в тесто. Да, так можно, да. Либо, да, я беру сгущенку потом. Вот-вот. И макар. Но зато внутри... Но сырники без сахара. Но сырники без сахара. Нет, но не всегда я могу их и просто поесть, на самом деле. Блин, в варенье тоже домашним есть сахар. В очень большом количестве. Вообще, я сейчас задумалась... А в маннике сколько добавляется? Просто полтора стакана сахара. Я говорю, я тот человек, у которого дома нет сахара, я его почти не ем, и в чай не добавляю. Но видите, так или иначе, он всё равно есть. Конечно же. Да, а вафли, когда мы пичём, там тоже его дофига. Жесть. Больше всего в отказе от сахара меня пугают родители детей, которые пересаживают детей на отказ от сахара. Вот это, конечно, это самая страшная каста пока в моей жизни. Но это моё субъективное восприятие, потому что я начинаю... Ну, они меня бесят, честно. Приведу пример. Когда мы сейчас участвуем в квесте, и у детей должно быть в конце пряники. Родители говорят, ни в коем случае не должны быть съедобные десерты, потому что они некачественные. Пусть ищут другие подарки. Ну, вы понимаете, что там, наверное, бюджет, ну, 50-70 рублей, что там, мозаику или ещё что-то. Ну, для меня, типа, это окей. Я не знаю, настолько запариваться. Но когда ты в эту тему погружаешься, наверное, ты по-другому не можешь. Это повсюду. Нельзя такие подарки, нельзя это приносить. Ты начинаешь запариваться, а как проводить чаепитие тогда вообще, да? А как проводить день рождения ребёнка? Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Потому что фанатично вот это вот... Ну, тяжеловато вот так вот, я бы сказала, в обществе. Потому что когда это выбор человека, окей, ты заказал себе тот салатик, который ты хотел. Когда это касается... С ребёнком гораздо сложнее. Да, и они не по доброй воле от этого отказываются. А больше как вот мама сказала, нельзя. Не, ну, понятно, когда ты дома, там у тебя определённый рацион, наверное, можно привыкнуть. Ты, может, и не знаешь об этих вкусняшках потом, да? Если с самого начала так. Но когда ты потом выходишь в социум, и там есть дни рождения, всякие мероприятия, там так или иначе это что-то будет. И как ты будешь бить ребёнка своего по рукам? А как сложно тем, кто готовит это всё. Ну вот, ты идёшь, допустим, играй в боулинг, заказываешь что? Безусловно, всех опроси, у всех выясни, у кого на что аллергия, да, кому что можно, кому нельзя. Это прям целое приключение. Юля права. А представьте, ты что закажешь, да? Нарезанную морковку нам, пожалуйста, и фрукты, да? Дети такие, Клайв, супер стол. Бол, лучший день рождения, мы больше не будем к тебе приходить. Ну как бы. Я сейчас вспомнила пример, конечно, не сильно жизненный, но сестёр Кардашьян. Я раньше смотрела их реалити, и там вот как раз была ситуация, когда одна такая типа веганство, ЗОЖ, все дела, а другая, ну стандартно, дети есть дети, и они, короче, спорили про то, что какой делать кэнди-бар на день рождения совместное у детей. Там была целая серия, посвящённая этой битве. Потому что дети, конечно, хотели всё супер сладкое, красивое, яркое. Одна из сестёр как бы вообще была против, потому что дома они такое не едят. Но, кстати говоря, по-моему, насколько помню, там всё кончилось с тем, что они сделали трушный сахарный кэнди-бар, потому что это день рождения, это дети, и... А ещё, понимаете, те, кто не ест сахар, точнее, наоборот, кто ест сахар, резко перейти и подменить, что это такой же по вкусу, это не такой же по вкусу. Это всё равно немножечко другие ощущения. Нужно рецепторы переучить. Да, для тебя это всё равно немножечко недостаточно усиленные ощущения, чтобы насладиться. И это прям усложняет. Мне кажется, надо прям чётко разделять вот эти тусовки, либо переключаться и не парить. Или вы ограничиваете своих детей и никуда их так же не отпускаете, ни на какие тусовки, чтобы лишний раз их не нервировать. Или же вы тогда же отпускаете все тормоза, и на вот этих всех мероприятиях дети спокойно что хотят пьют, что хотят едят. Вы помните, я вам рассказывала, мы в семье не пьём газировки. Ну, то есть ни колы, ни фанты, ни другие какие-то газированные напитки. Они же тоже очень сахарные. Но речь сейчас не об этом. Дети знают, что я не покупаю всю эту историю. Так было с их рождения. Но при этом я не говорю, вот ты когда пойдёшь куда-нибудь, не вздумай. Хотите, пейте, ради бога. Но просто дома в большом количестве это никогда не появится. И они об этом прекрасно знают. Ох, какая-то нелёгкая взрослая жизнь с этими ограничениями и правилами. Юль, может, на его нафиг? Мне кажется, что если сахар такое зло, и все это уже понимают, то нужно как-то глобально решать этот вопрос, какие-то нормы вводить. Я имею в виду в плане еды изначально. Тогда, может быть, нам всем станет получше, как физиологически, да? И всё у всех будет лучше. Не знаю. А так как бы сложно, когда ты хочешь исключить, но он на самом деле везде. Даже там, где ты бы не думал, что он будет, да? По типу, как мы сказали, про какой-нибудь соус. Поэтому это сложно очень. В общем, мне кажется, во всей этой истории очень симпатична позиция, когда всё в меру. У меня моя бабушка была в прекрасной форме, но она позволяла себе абсолютно всё. Абсолютно. Просто если она хотела колбасу, она отрезала один слайс. Если она хотела жареной картошки, она буквально там грамм 100 себе, 150 накладывала. У тебя нету стресса, у тебя нету каких-то таких ограничений, ты получаешь удовольствие, но при этом ты самодисциплинируешь себя как минимум в том, что не переедаешь и прочее. Мне сильно симпатична эта вещь, потому что я знаю мальчика, ученика нашей школы, который в безобразной форме находится и в 13 лет ушёл на домашнее обучение в силу того, что нету контакта с людьми, с ребятами, есть некое всё-таки угнетение его за определённые качества. Хотя умный мальчишка. И он говорит, знаешь, до 5 лет мне мама запрещалась сладкое. Самое сладкое – это можно было сухофрукты и финики есть. Как говорят, ну финики – это же те же конфетки. Говорит, и когда мне исполнилось 5 лет, я стал их просто есть без ограничений. И запреты. Да, тебе казалось, что это вообще смысл жизни, к чему тебе хочется прийти. И мне немножечко эта история показалась, ну, такой прямо поучительной для самой себя. И когда я думала про какие-то запреты, ограничения для своей семьи, детей, я точно поняла, что пару пломб – это будет проще, чем какие-то такие стрессы и сдвиги. Но, опять же, культура привычки правильного питания для меня очень приемлемая. Я прямо за. Когда нужно, что нужно, из чего мы формируемся и так далее. То есть, ну, вот у нас заход с этого. Ну, и для себя, наверное, я тоже это проговариваю. Что-то употребляешь с утра, например, в качестве, я не знаю, того же кофеина, но на голодный желудок. Ну, а где твоя вода там, вот этого, всё остальное. Мне тоже некомфортно, если я делаю неправильно. Мне вообще не близко, что типа исключить, вот прям как запрет себе поставить. То есть мягче я люблю всё это делать. То есть, ну, нисходящее там уменьшить. Потом вообще, может, самой не захочется. Но у меня вот про сахар нет такой истории. Я спокойно к конфетам отношусь или к десертам, тортикам. Но вот с кофеином, наверное, так. То есть, если я сейчас себе прям резко скажу всё, то я, наверное, буду как-то... Хотя вот опять-таки кофеин – это не то, без чего я не могу жить. Это точно. Но, кстати, знаешь, пока ты говорила, я поняла, что я говорю про эту атмосферу, про наслаждение. Но я, кстати, всё очень быстро пью и ем. Я это за собой знаю. То есть, по сути, я ценю атмосферу, но я выпиваю тот же кофе просто залпом почти. То есть, это же тоже лучше смаковать и чувствовать вкус. Ну, слушай, пока ты смакуешь, он остынет. Это да. Ну, как-то не знаю. Я прям всё очень быстро пью. Вот у меня сестра так. Она может час пить чашку кофе. Час. Ну, я ей даже завидую. Я так тоже не умею. Я выпиваю, ну, в ближайшие 5-10 минут максимум. Ну, она точно за час остынет. Не, я вообще за 5 минут всё могу выпить. Особенно летом. А вот у неё из разряда наслаждаться медленно вот это всё размеренно. Как итальянцы, да? Вот это маленькое эспрессо. Хотя, по-моему, они же сразу, наоборот, выпивают, если я не ошибаюсь. А вот я не знаю. У них же эти маленькие чашечки, по-моему, они так ещё. Но я знаю, что после таких чашечек очень важно через 20 минут выпить стакан воды. Вот я не знаю, Юль, как вот ты наблюдала культуру? Подают вам стакан воды в кофейне? Конечно. Если забывают подать, то ты ещё просишь, пожалуйста, мне чашу воды. И они спокойно дадут, да, да. Типа, извините, сейчас всё принесём. Вот у нас это не норма. Здесь 50-50. Ну, почти никогда, я бы сказала. То есть, если ещё к эспрессо подадут, да, потому что, да, то латы, капучино нет. А знаешь, есть во многих кофейнях, просто у них эти краники и стаканы. Ты типа сам, ты сам идёшь? Ну, не во многих, опять же. Ну, как бы, не везде. Классно стаканы графины ставят, но я просто помню Черногорию, где тебе просто автоматом. То есть стакан и стакан. Потому что через 20 минут тебе необходимо восполнить эту жидкость, которая что-то там не будет вымывать. Я думала, даже одновременно надо. Нет, нет, нет. Вот ты как раз выпиваешь, и это компенсирует вот то, что вымывается из жидкости. А да, кстати, а я замечала, что вот я говорю, что меня трясёт иногда после кофеина, а когда я пью с водой, легче переносится. Видимо, вот это вот и есть. Ну, оно что-то там выжимается, что-то вытягивается, ты компенсируешь, типа, это окей. Ну, кофе, да, то, с чего мы начали. Кофе очень много, во-первых, забирает то ли калия, то ли кальция из нашего организма и обезвоживает просто капитально. Особенно все напитки безмолочные, кофейные. Вот, и поэтому-то вода не зря возникла в этой цепочке, и да, везде в Европе её на автомате выдают. А восточные люди, вот именно в Арабских Эмиратах, культура, их потребление напитка, они не реализуют кофеин, так как потребляют его очень много. В пустыне, так как нету зелени, тебе спать хочется, сонное состояние, да? Ну, по природе, грубо говоря. Не в Маринобэе, где всё в кондеях. И у них было потребление кофеина с кардамоном. Вот кофе с кардамоном очень часто можно встретить... Да, да, да. Вот эта специя, она как раз-таки нейтрализует кофеин, поэтому ты можешь пить в неограниченных количествах. И вот они сидят и попивают, попивают, попивают. Сейчас пришла мысль, я хочу посмотреть на того человека, как первого, кто придумал пить кофе и кайфовать. Возможно, это был какой-нибудь армянин. Простите за такую штуку. Мне кажется, нет. Но это же очень древний напиток. Мне кофе ассоциируется, во-первых, с восточными странами, а во-вторых, надо посмотреть выпуск Минаева, он так круто рассказал про кофе, про кофеин и вообще про вот эту чайную и кофейную плантацию, как они соперничают, как они зарабатывают. И, короче, чуть ли не культура чаепития или кофепития зависит просто от того, кто туда зашёл из бизнесменов делать деньги на чём. Вот так вот Англия стала чайной страной. Мы прям так интересно разогнали эту тему, что мне хочется, да, что-нибудь вот... Посмотри, Минаев Лев делает прикольные вот как раз-таки образовательно-исторические программы. Я смотрела у него только про всяких звёзд. Года два назад он снимал этот выпуск. А, это старые выпуски. Окей. В завершение этого эпизода я вдруг вспомнила девочке про цикорий. Кстати, да, какое-то время я заменила вообще кофеин цикорием, и мне было норм. Хотя я думала, что это какой-то дедулькин напиток, если честно, изначально. Бабулькин, я думала бабулькин. Ну, бабулькин дедулькин, да. Но вообще-то было вкусно, кстати говоря. А я могла легко заменить, когда я не пила кофеин, то есть это была беременность, потом кормление, и я потом стала потреблять кофеин, цикорий. И ещё ребятам говорю, мы работали как раз-таки на площадке летней. Я говорю, слушайте, это то же самое, что ваш кофе. Такая вкуснятина, вообще просто ещё и полезна. Говорят, ой, ну делай скорее свой цикорий. Я сделала, короче, люди не допили. А вы знаете, что... А мне было ок, потому что очистка была организма. Во многих кофейнях сейчас даже есть цикорий в меню. Они там его классно делают, напитки. Да, я пила. Ну, это очень мало мест, буквально несколько. Вот я тоже не встречалась. Не в попсовых наших кофейнях, нет. А вот каких-то более таких... У меня последний задаётся вопрос. Когда в кофейнях тебе предлагают кофе без кофеина, он примерно на 70 рублей дороже обычно. Это и больше. Да, это что значит кофе без кофеина, если оно точно такое же по вкусу? ДКФ это называется. Я не знаю технологии, но знаю, что там всё равно на самом деле есть 10-15%. Это факт. Там есть маленький процент кофеина. Возможно, таким восприимчивым, как я, всё равно это типа... Но в каком-то смысле это не такой удар, короче, знаешь, как полноценный настоящий кофе. Надо просто технологию почитать, как это делается. Но обидно, что это стоит дороже. Тарас, я уже сижу, вы выдали эту мысль. Я понимаю, что всё не удар, что в меру. Да, да. А ещё я понимаю, что я ни разу не пробовала цикорий, девочки. Ты ни разу не пробовала цикорий? Ни разу. Слушай, попробуй. Это реально? Это не bad. Если ты пьёшь разводимый кофе, такой для цвета добавляешь. Вот я летом, мы работали на площадке, там не было никаких, ни кофейн рядышком, ничего. И я брала, знаете, на кончике ложечки буквально вот этого разводимого кофе, потому что мне разводимый не нравится. И он просто цвет, вообще цвет. Вот это очень похоже по вкусу цикория. То есть как бы вот такой кофе разводной заменить на... Разводимый кофе заменить на цикорий вообще на лайте. Но если ты варишь, если тебе нравится вот настоящий нормальный кофе, то это прям сильно разные вещи. Это просто как отдельный напиток, ну, может быть, в минуту. Юль, ну как аттракцион можно попробовать. Типа себе пачечку прикупить. Ну, я надеюсь, что здесь продаётся цикорий. Мне кажется, должен. Да, поищу, поищу, должен быть, конечно. Смотрите, сколько дел. Я пойду смотреть Минаева, Юля пойдёт пить цикорий, а ты пойдёшь бросать кофеин. Точно. Что мы за злитые дамы сегодня. Это точно. Девочки, люблю вас, целую. А я вас. Пока-пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...